В Петропавловске прошла внеочередная 32-я областная партийная конференция. В ней приняли участие порядка 100 делегатов со всех районов. На повестке дня три вопроса. Это обсуждение новой политической платформы, избрание делегатов на 24-й СЕС партии Аманат и внесение изменений в состав политического совета регионального филиала партии. Сегодня в Казахстане широко обсуждается новая политическая платформа партии Аманат. Документ прежде всего направлен на политические и экономические реформы, построение нового и справедливого Казахстана и, конечно же, на повышение уровня жизни казахстанцев. В разработке платформы приняли участие около 43 тысяч членов партии со всей страны, из которых больше тысячи внесли свои предложения. Главные идеологические партийные документы – это результат открытого совместного обсуждения партийцев, депутатов, представителей экспертного сообщества и активистов. Политическая платформа состоит из трех разделов. По словам исполнительного секретаря регионального филиала партии, политическая платформа соответствует стратегическому курсу развития страны. В первоначальном тезисе платформы обозначено то, что сильное государство создается свободным и ответственным гражданами, имеющие разные права и возможности. При таких взаимоотношениях единство гражданина и государства позволяет нам вместе двигаться вперед. Отличительная черта новой платформы – это концентрация в центре партийной идеологии, именно человека, который провозглашен главным достоянием страны, его прав и свободы. Принцип «человек», общество, государство – это ключ для благосостояния каждого гражданина. С этим мнением согласен и Владимир Виченко. Больше всего депутата городского Маслехата интересует направление «здоровая нация». Если наши граждане будут здоровы, то есть социально-экономическое развитие и другие будут развиваться целесообразно и только здоровая нация сможет идти дальше и двигаться вперед. Я бы хотел сказать, что в нашей области за последние годы все вы видите, как двигается именно это направление. У нас построено много спортивных объектов, как в городском центре, так и в районах. Более 200 объектов инфраструктуры – это хоккейные порты, футбольные поля и другие площадки. И хотел бы сказать, что сейчас также заработала программа «Артспорт». Это тоже наша партийная программа, которая реализуется успешно. И более 3000 детей сейчас занимаются бесплатно тем видом спорта, которым они хотят заниматься. Особое внимание в регионе – развитие массового спорта. В Петропавловске есть стадионы, школы с современными спортивными площадками. Но они не всегда открыты для населения. Они вечером, после обеда, после занятий не работают, не пускают их. В связи с тем, что есть там определенные ограничения. Так давайте мы сделаем так, чтобы люди туда ходили. Мы с Акимом города этот вопрос уже обсудили. Я дал соответствующие поручения. В городе должны быть выделены средства для реализации этого. Более того, мы укрепим и усилим еще эти стадионы. Постоянно дополнительные турники. Появятся в Петропавловске еще две школы с большими стадионами. Их возведут в микрорайонах Капай и Жасуркен. По словам Акима области, в скором времени будут функционировать 8 полноценных стадионов. Между тем обновили на заседании составы политического совета и контрольно-ревизионные комиссии областного филиала партии. В первые вошли 33 человека, во вторую – 5. За предложенные изменения все проголосовали единогласно.